Приветствую вас! Давайте, наверное, впервых я прочитаю ваш вопрос, дам небольшие комментарии к нему, а потом после этого постараюсь ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Мне 34 года, мужа 42, в браке 14 лет, трое детей, при нас 11 лет старшим и полтора года младше. С некоторых пор стала чувствовать себя очень одинокой и потухшей. Ну вот, здесь у нас с вами первый важный момент. С некоторых пор, это с каких? Полтора года прошло, то есть вот как вы говорите, да, что есть у вас младший ребенок, да, которому, как я понял, полтора годиков. И, соответственно, как давно вы себя чувствуете потухшей? Не после родовая ли у вас, например, депрессия? Это первый момент. Второй момент. А, собственно, с какого времени, конкретно, с какого обстоятельства, с какого происшествия, может быть, начались ваши такие вот проблемы? То есть, ну, понятно, что вы себя чувствуете такой вот попухшей в какое-то время. Но ведь это с чего-то началось, это ведь имеет свое начало, имеет свое развитие, имеет свой генефис, так сказать. И необходимо с этим разобраться. Что произошло, например, между вами и вашим мужем, что заставило вас, ну, вот, так себя чувствовать? Что случилось у вас, вот вы же, ну, как минимум, сколько, ну, давайте возьмем, там, как минимум 12 лет, вы жили хорошо, вы ему доверяли, да, все у вас было относительно неплохо. А, по-моему, что-то произошло, из-за чего вы потеряли доверие к своему мужу, из-за чего вы перестали его воспринимать адекватно, да, из-за чего вы перестали воспринимать его как мужчину своего, и из-за чего у вас, как бы, ну, угасло с нему желание. То есть тут какие-то проблемы есть, и справедливости ради нужно сказать, что прежде чем, вот, прежде чем говорить о том, что вам делать, прежде чем принимать решение относительно вашего выбора, необходимо выявить эту самую проблему, необходимо понять, из-за чего получилось то, что получилось, какие разногласия между вами произошли, из чего они состоят, если у вашего мужа, например, такое желание налаживать отношения, видит ли он проблему, осознает ли он ее, проявляет ли он как-то свое недовольство проблемой, ну, например. Если да, то, соответственно, вы можете вдвоем обратиться к психологу и поработать именно вдвоем. Если нет, то, соответственно, можно в одиночку попробовать что-то поменять, по крайней мере себе, посмотреть, а не, например, преувеличиваете ли вы значение проблемы, а не, ну, не раздуваете ли вы, например, из мухи слона и так далее. И вообще, с чем связана проблематика, то есть, что послужило причиной, ну, ну, вот, причиной вашего охлаждения к мужу, с чем это связано? То есть, с этим всем нужно разбираться. И только тогда, когда вы разберетесь, уже можно будет говорить о принятии, о принятии адекватного решения. Хотя бы потому, хотя бы потому, что, ну, по-другому, по-другому было бы, на мой взгляд, опрометчиво. Вы всегда можете развестись, ну, по крайней мере, в норме. Вы всегда можете уйти от мужа, тоже, по крайней мере, в норме. То есть, спешить с этим, я не думаю, что стоит. Не думаю, что это хорошая идея спешить с такими, ну, с такими вещами. Я не думаю, что это будет правильно. Вот. Но и решение необходимо принять. Необходимо принять это самое решение, исходя из того, что актуально, например, для вас, и исходя из того, что актуально, например, для ваших детей. Понимаете? То есть, не предлагаю вам тянуть время, не предлагаю вам, значит, пребывать в подвешенном состоянии, но предлагаю вам совсем разобраться, и, разобравшись с проблемой, уже принимать решение. Есть возможность ее решить, поступайте определенным образом. Нет возможности решить, поступайте другим образом. Например, если у вас угасные чувства, в результате того, что появились на горизонте какие-то проблемы, то вы можете эти проблемы как-то разрешить, и после этого прислушаться, например, к себе, прислушаться, например, к своим чувствам, и уже, как бы, выделить для себя ориентир. То есть, хотите вы, например, продолжать отношения, или не хотите. Решать здесь, по большому счету, вам и только вам. И больше никто за вас это решение не примет. Надеюсь, вы понимаете. Дальше. Разочаровалась мужа, в чем конкретно? Перестала ему верить? Почему? Доверять? Почему? Нет больше уважения к нему, из-за чего? Больше не вижу в нем друга. Как так вышло? Ни мужчину, ни любовника. С чем это связано? Вот вопрос доверия меня особенно интересует. То есть, раньше вы на своего мужчину в чем-то полагались. После полагаться в этом вы уже не можете. Но почему? Что послужило причиной того, что вы не можете на него больше полагаться. Ваша ли это проблема? Его ли это проблема? Может быть, это обоюдная проблема. Но в любом случае, с ней нужно разбираться. Потому что пока, пока, непонятно. Вы говорите о довольно серьезных проблемах. Но эти серьезные проблемы решаемы. Если у вас есть желание. Поэтому, как бы вам сейчас ваш муж не казался, например, плохим, как бы он вам не казался противным, может быть, и так далее, все равно, все равно, все равно, есть шанс того, что вы сможете разрешить эти проблемы. Главное только приложить к этому усилия. Дальше. Значит, воспринимаю просто как человека, с которым вынуждены жить под одной крышей. Говоря вынуждена, вы имеете в виду, потому что так нужно. Нужно кому? Здесь происходит своего рода подмена понятий. Точнее, очень важно, чтобы этой подменой понятий не произошло. Иными словами, если вы говорите, что вы вынуждены жить с вашим мужем, то... В чем нужда? В чем она заключается? Эта самая нужда. Как она проявляется? Эта самая нужда. Что из себя представляет? Эта самая нужда. И так далее. Пожалуй, очень важно определить, действительно ли вы считаете, что так нужно, и не позволяете себе, например, быть, ну, допустим, счастливой или свободной, и так далее. Либо это ваше собственное желание, которое вы, ну, как бы, облекли в форму какого-то вот чувства долга. С этим тоже нужно разобраться, дабы у вас не возникло какого-то, ну, скажем так, допустим, какого-то заблуждения относительно этого. Далее вы пишете, боюсь разрушить семью и навредить своим детям. Поскольку вы дальше приводите пример того, что, в общем-то, дети и так получают определенный вред, да, в виде того, что они не полностью счастливы и не полностью свободны, я бы задам вам другой вопрос. В чем, по-вашему, будет заключаться вред детям, если вы разведетесь или уйдете от мужа? В чем, по-вашему, выключается ваш страх? Иными словами, чего вы боитесь? Что заставляет вас бояться? Боитесь ли вы за себя? Если да, то почему и чего? Боитесь ли вы за детей? Если да, то почему и чего? И так далее. Вы показались мне довольно взрывомыслящим человеком. Мне бы показались мне довольно, эм, таким, знаете, думающим человеком. И, исходя из этого, я могу предположить, что вы справитесь, если будете одна. Да, дети, конечно, в чем-то проиграют, но они в чем-то и выиграют. И я думаю, что не мне вам говорить, в чем именно. Здесь нужно обязательно этот момент учесть. Я полагаю, что если вы будете думать в таком ключе, то у вас появится реальный шанс ситуацию исправить. Чего вы боитесь? В чем будет вред детям? И почему вы не говорите здесь про себя? Очень важный, эм, пункт вашего восприятия мира. Вашей картины, грубо говоря, мира. Хочу, чтобы вы об этом обязательно подумали. Далее. С другой стороны, пишите вы, мне кажется, что они не полностью счастливы и свободны в семье. Естественно. Так чего больше? Вреда вашим детям, если они окажутся детьми разведенных родителей? Или пользы, если они и так уже не счастливы и не свободны? Подумайте об этом. Далее. Родители не понимают друг друга и едва терпят. Как решиться на развод? Ответ на этот вопрос такой. Что вас блокирует? Понимаете? Ваш муж старше вас почти на 9 лет. И я полагаю, что если мы говорим о муже как о... ...вашем партнере, ...то вести речь можно о том, ...что он для вас, ну, своего рода отец. Потому что слишком большая разница в возрасте. Все-таки почти 9 лет. Простите, ошибся, 8. 8 лет. Если у вас в детстве были проблемы с отцом, ...то полагаю, корень ваших проблем лежит именно там. В любом случае, сейчас вы... ...находитесь в позиции жертвы. Вам плохо, вы терпите. И вы продолжаете это делать ради детей. То есть, вы спасаете ваших детей. А теперь подумайте вот о чем. Теперь подумайте вот о чем. Нужно ли детям такое спасение? Нужно ли детям, чтобы их мама спасала их с такой ценой? Достойны ли дети того, чтобы быть поставленными перед такого объема ответственностью? Адекватно ли это для них? Адекватно ли для них чувствовать такую ответственность? И если нет, то почему же вы это позволяете и... ...ну, то есть, детям? Далее. Далее. Вы пишите. Или же стиснуть зубы и терпеть дальше. Ответ на этот вопрос будет звучать так. Вы хотите, чтобы ваши дети, так же, как и вы, терпели негатив. Вы хотите, чтобы ваши дети, так же в своей жизни, имели определенные проблемы. Вы хотите, чтобы ваши дети, испытывали трудности при взаимоотношении с людьми, потому что, я подчеркиваю, потому что, вы дали им такую модель поведения. Особенно, дочери. Потому что, мальчики, если я правильно вас понял, мальчики, они, ну, уже, довольно сформировавшиеся личности. То есть, да, понятно, у них сейчас переходный период, и, может быть, не так легко, но они получили свой заряд, эээ, ну, угу, любви. Они получили адекватную, я полагаю, модель поведения, я полагаю, они, в общем-то, уже сохранят, эээ, вложенную вами модель поведения в них, и, в общем-то, для них это будет не так страшно. Вы правы, для подростка очень важно, чтобы он чувствовал себя свободным. Не столько счастливым, потому что счастливым он сделает себя сам, а вот именно свободным, это важно. То есть, мы говорим с вами о вашей дочери. В основном, в основном мы говорим с вами о вашей дочери. И вот именно дочь ваша является самым слабым, самым уязвимым местом. Поэтому, если вы будете терпеть, как вы говорите, то и ваша дочь в жизни будет тоже терпеть. И она будет точно так же несчастлива, как и вы. Хотите вы этого для нее? Пожалуйста. Если не хотите, то, соответственно, лучше будет, если вы все-таки попробуете проблему решить. Что касается вреда детям, то здесь, я полагаю, можно ситуацию сказать так, показать так, что ваши дети, в любом случае, отца своего не потеряют. Они, они в любом случае, будут с отцом, если он их любит, конечно, если он их любит, ценит, уважает и так далее. Тут нужно понимать, что если у него изначально нет ни к ним любви какой-то, то, естественно, он и не будет с ними как-то взаимодействовать. Здесь, я полагаю, нужно сказать о том, что, опять же, для дочери будет лучше, если вы сейчас, например, уйдете от нелюбящего ее отца, потому что это оказывает, ну, на нее довольно серьезное негативное влияние. Вот. Для подростков там ситуация немножко другая. Они это, они это в любом случае перенесут несколько легче. Тяжело, конечно, только, но легче. Без таких, возможно, последствий, какие будут, например, у, допустим, дочери, да? Но, отец, в любом случае, будет должен платить алименты. Отец, в любом случае, дочень будет помогать вам, по крайней мере, пока у вас будут несовершеннолетние, вот. Ну и, собственно, так далее. То есть, этот момент нужно обязательно учитывать. Обязательно учитывать при принятии решения. На этом все. Надеюсь, вы понимаете, что такое решение, перед каким вы оказались, принимать только вас, мы за него, его, мы за вас его принять не сможем. И, соответственно, то, что есть в наших силах, то, что есть в наших возможностях, это помочь вам определиться с этим решением, как в результате беседы с психологом. Никакие вопросы и никакие ответы вот на такие вопросы не дадут вам адекватного решения. Конечно, если бы вы написали проблему более подробно, можно говорить там было бы о, ну допустим, о каком-то видении ситуации. Но поскольку ничего этого вы не дали, то, соответственно, вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.